ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну что ж, давайте ознакомимся с этими новостями. Уважаемые участники квестеры, это последние новости перед стартом. В субботу состоялась встреча, на которой я получил новую информацию, и теперь могу рассказать вам, как обстоят дела, и какие конкретные шаги еще предстоит предпринять. Раздел первый. Агам Фу вам. Вначале я хочу сделать небольшое отступление. Многие не знают, что происходит с Агам и Фу вам. Агам уже полностью принадлежит китайцам. Это новая кампания, запуска которой все ждут. Что касается Пяти Ветров, то это однажды стало причиной того, что в настоящее время идет процесс предоставления юридической помощи. Этот процесс судебного урегулирования должен помочь избежать каких-либо материальных и юридических претензий сторон друг к другу в будущем. Ну, вы сами знаете, что вся эта история длится уже с 2017 года, для чего надо было разделять кампании. На это ушло тут два года. Сейчас понадобилось снова их объединять и так далее. Это, в общем, темная история. Важно знать. Важно знать это, чтобы различать эти две кампании, но в будущем они обязательно объединятся. Мы с вами уже знаем, что этот процесс займет около 12 месяцев. После слияния Агам и Файвинс вам нужно знать, что у них не будет ни одного владельца, ни одного покупателя, и это будет организационно-правовая форма сообщества или кооператива, которая используется как в Швейцарии, так и в других странах. А там, где есть сообщества, обязательно должны существовать совместные и подотчетные органы управления этого сообщества. Есть генеральный директор, координатор и так далее, которые управляют процессом. Раздел 2. Партнерская структура. Теперь я перейду к теме структуры и как все это будет выглядеть, как и прежде, когда это будет одна кампания. Все будет единым. Партнерские структуры также вновь будут объединены. Мой спонсор, имеется в виду спонсор Александра Кэсли, из другой страны, он остался в Агам. И теперь мы снова будем в той же структуре. Но чтобы вы знали, это произойдет через полгода после перезапуска. То есть перезапуск запланирован на апрель 2020 года. Соответственно, объединение структур произойдет только через полгода. И только по истечении этих 6 месяцев можно будет снова зарегистрировать новых людей. Правда, здесь не очень понятно. В предыдущих абзацах говорилось, что вообще-то объединение компаний займет около 12 месяцев. А в этом абзаце говорится про полгода. Не очень понятно. Должна остаться система MLM, сетевой маркетинг. Китайцы хорошо относятся к MLM, только проценты будут уже не такие, которые были раньше. У нас был высокий процент прибыли и бонусы. Теперь проценты будут меньше, что лучше для долгосрочности компаний. Ну, во-первых, непонятно, почему они говорят, что раньше проценты были высокие. По их собственным словам, эти проценты высокие не из воздуха же брались. Эту прибыль якобы зарабатывали талантливые трейдеры. 25 трейдеров, которые успешно работали на финансовых рынках. Это же не какая-нибудь финансовая пирамида, что они усиленно втирали на всех презентациях. Корпорация номер один. А тут почему-то они стали жаловаться, что вот видите ли у нас там прибыль была большая. Ну так прибыль была большая, потому что трейдеры молодцы или нет? Или не молодцы? Хм, интересно. Теперь проценты будут меньше, что лучше для долгосрочности компаний. Также будут предложены к подписанию два контракта. Один для инвесторов, другой для партнеров. Партнерский контракт, скорее всего, захотят подписать не все, потому что условия в нем будут намного строже, чем в том, который у нас был раньше. Ну, если вспомнить, что вообще-то в Квестра Ворлд партнеров даже допрашивали на полиграфе с использованием детектора лжи, не имеет ли партнер наглость участвовать в каких-то еще компаниях, продвигать какие-то компании. А если обнаруживалось, что он там врет во время собеседования, ему могли не дать бонусы. Так что насчет более жестких правил в новой компании, вопрос очень интересный. Они и в старой-то компании были не самые мягкие. Ну ладно. Раздел третий. Старт. Все спрашивают, когда компания стартует и стартует ли вообще. Старт уже запланирован, и он состоится в конце апреля 2020 года. Ну, короче, ждать еще полгода, ребята. Но вы можете подготовиться к этому уже сейчас. Однажды я рассказал о том, что сайт компании готов. Но никто не предполагал, что сайт будет предназначен только для информирования о самой компании. Потом будет возможность перейти на другую страницу. Было создано мобильное приложение. Оно уже готово, и все операции будут происходить через приложение. Нужно будет пройти регистрацию и верификацию. Как будет проводиться верификация? В апреле вы увидите страницу и приложение, и через него вы сможете ввести свой ID, который есть у каждого. Либо электронный адрес, либо номер телефона. Конечно, номер телефона или электронной почты может измениться. Но если они больше не актуальны, очень важно иметь при себе идентификационный номер для входа в бэк-офис. Если вы не найдете эти данные, вы можете найти их на скриншотах. Если вы помните, на моих каналах я регулярно напоминал вам делать скриншоты ваших портфелей и кабинетов. Снимок экрана важен для того, чтобы увидеть ваш номер и видеть, сколько вы инвестировали. Если вы этого не делали, вы можете спросить вашего спонсора, сделал ли он скриншоты кабинетов, к которым у него был доступ. Например, я делал скриншоты кабинетов своих партнеров. Я регулярно делал распечатки, и у меня есть все номера. Это будет проблематично, например, если вы не знаете имя партнера или кому принадлежит никнейм. В связи с этим были даны рекомендации, тут не очень понятно, ник, и указано имя и фамилия для заполнения и сохранения информации в полном объеме. Теперь хочу описать, как все будет происходить. Как только вы сможете войти в ваш бэк-офис, начнется верификация. Для этого вам необходимо будет загрузить паспорт и номер ID. Следующим шагом является фейс-контроль. Для этого сделайте селфи, в котором вы рядом с лицом держите лист бумаги с вашим идентификационным номером. Так будет проводиться проверка личности, чтобы знать, что конкретный счет ID номер принадлежит конкретному человеку, чтобы исключить возможность мошенничества, и чтобы ваши счета были проверены и верифицированы. Это политика, так называемая KIC, то есть Know Your Customer, знай своего клиента. Раздел 4. Сокращение капитала. Что будет с пакетами инвесторов, которые были в Агам? Инвесторы Агам, которые имели активные пакеты акций на момент закрытия, получат бонус. Я уже примерно знаю, сколько это будет, и когда придет время, я смогу дать вам информацию, но бонус будет наверняка. Со стороны 5WINTS мы знаем, что из-за убытков, которые понесла компания, произойдет сокращение. И к этому времени, к концу апреля, с учетом ежемесячного снижения на 3%, мы выйдем с объемом капитала в 63%. Не очень понятно, какие еще убытки, которые понесла компания, если инвесторам каждую неделю начислялась прибыль в кабинетах. Какие еще убытки? Вы что? Что? Четко инвесторы получали циферки в кабинетах. Это же прибыль, это же не фантики, не так ли? И к этому времени, к концу апреля, с учетом ежемесячного снижения на 3%, мы выйдем с объемом капитала в 63%. В начале, когда пришла информация о сокращении, речь шла о балансе в 27%. Но трейдеры продолжали работать и работать с деньгами. Таким образом, сокращение оказалось меньше, и мы можем начать с 63%. Обратите внимание, какое забавное совпадение. 63 плюс 27 это именно 100%. И в начале они говорили, что будет урезано, капитал будет урезан на 63%, останется 27%, а сейчас стали говорить ровно наоборот. Нет, 27 будет урезано, а 63 останется. Какое интересное совпадение, да? Циферки местами поменяли. В Агам не будет сокращений капитала, но инвесторы получат бонус, так как они не получали никакой прибыли все это время, пока нам она начислялась. Ну как же, для вас-то суперские трейдеры работали, 25 трейдеров, а для Агамы нет. Они лентяи, для Агамы не работали. Да, забыли про них, наверное. Следующий шаг выплаты. Также очень важный момент. Выплаты это горячо любимая тема. Но вы должны знать, что сначала будет проведена верификация, и только после этого начнутся платежи. И еще у меня есть хорошие новости. Все это время компания работала с нашими деньгами и получала прибыль. Никаких сомнений. Ну, правда, иногда убытки, как мы читали двумя абзацами ранее. Ну, окей, поверим, что она получала прибыль. Иногда прибыль была больше, иногда меньше, но средний показатель прибыли был хорошим. Поскольку у нас не было доступа к начислениям, я как-то сказал, что вначале будет выплачено только 50% прибыли. После всех событий, которые произошли за последнее время, выплаты могут быть произведены в размере не 50%, а на все 100%. Ну, классные же новости. То есть мы можем снять всю прибыль. Замечательно. У нас не будет различных пакетов с ограниченным сроком действия, но у нас будет общая сумма инвестиций, и мы будем платить те же 10% комиссионных с любой суммы от дохода. В августе я говорил вам, что взятие 1% для восстановления компании будет проводиться в течение года. Это также уже устаревшая информация. Это тоже очень хорошая новость. В общем, у каждого будет общая сумма инвестиций. И такой градации не будет из-за комиссии. Многие ухмылялись, когда я говорил, что с маленькими пакетами большие комиссионные, а с большими гораздо меньше. Была система, в которой тот, у кого было мало денег, платил большие комиссионные, а кто много вкладывал, платил меньшие комиссионные. Теперь за все те же проценты комиссии и за все те же сроки оплаты выдачи 100% и без вычета 1% на восстановление компаний. Раздел 5. Руководство. В заключение я также могу сказать о местонахождении компаний. Раньше говорилось, что новая компания находится в Гонконге. Эта информация остается актуальной. Администрация головной компании будет находиться в Сингапуре, поскольку основные и наиболее важные лицензии на ведение финансовой торговли выдаются Сингапуром. Дважды в год компания будет подвергаться тщательному аудиту. И управление капиталом будет осуществляться в Сингапуре. Для нас важно, чтобы все происходило легально и чтобы наши деньги были в безопасности. Раздел 7. Блокчейн. Еще два момента, которые я хочу вам передать. Я знаю, что видео получилось длинным, но перед началом у вас достаточно времени, чтобы спокойно просмотреть его несколько раз. Имеется в виду до старта у вас есть целых полгода, чтобы все внимательно изучить. Более того, я хочу сказать, что блокчейн компании также готов и принят к работе. Блокчейн будет служить нашей собственной биржей. Если все наши счета будут в долларах, то через собственную биржу у нас будет возможность обменять доллары на криптовалюту или наоборот. Мы сможем хранить на нем нашу криптовалюту, а также пересылать ее. Это очень хорошая возможность для тех, кто в этом разбирается и хочет воспользоваться этим. Я также спросил о том, какой процент прибыли мы можем ожидать в будущем. В будущем доходность составит в среднем около 2,5%. Я так понимаю, речь идет о доходности в неделю. 2,5% в неделю – это примерно 10% в месяц. Следующим шагом будет проверка соответствия того, что у вас есть на счету, тому, что происходило до закрытия страницы, после последнего расчета прибыли. Если цифры в кабинете вдруг не будут соответствовать вашим данным, вам нужно будет доказать цифры, которые у вас были на момент закрытия. И здесь могут пригодиться также скриншоты или видеозаписи. Я делал регулярно скриншоты для себя и своих партнеров, чтобы доказать, какие пакеты являются активными. Теперь у вас достаточно времени, чтобы найти данные или попросить своего спонсора, чтобы подготовить все необходимое. Таким образом, в апреле все должно стартовать. Я уже говорил, что страница компании переведена на три языка. Я предложил свои услуги по переводу страницы на немецкий язык. Они хотят подождать с этим. Это произойдет примерно через 6 месяцев после перезапуска, поскольку только через 6 месяцев появится возможность регистрировать новых партнеров. Но я буду иметь право и приоритет для немецкоязычных партнеров из стран Европы – представлять новости и давать разъяснения о деятельности компании в соответствии с правилами верификации и тому подобное. Это почти все, что я хотел сообщить. Сначала я думал, что не могу многое рассказывать вам, но они позволили мне поделиться этой информацией. Надеюсь, она поможет вам сохранять спокойствие на будущее. Также надеюсь, что вы меня хорошо поняли. Благодарю вас за внимание. В ближайшее время я проверю сообщения в своих чатах. Какое там настроение. Если будет много путаницы и нетерпения, и если придется тратить много времени, отвечая на одни и те же вопросы, я могу и закрыть эти чаты. Я предупредил. Надеюсь на вашу адекватность. Как только у меня появится новая конкретная информация о запуске и о том, как все будет происходить, я проинформирую вас. И буду тесно сотрудничать с компанией, чтобы дать вам точные советы по верификации и другим вопросам. Я буду рад дождаться старта вместе с вами. Я надеюсь, что вы успокоитесь и вместе мы будем ждать старта. Еще раз спасибо за внимание и спасибо всем моим помощникам. В следующем году я буду рад вновь встретиться с партнерами, с которыми мы уже встречались в Швейцарии. Есть свет в конце тоннеля до следующего раза в 2020 году. Вот такая информация от Александра Кэсли. Конечно, если судить по этому тексту, все замечательно. В апреле 2020 года все будет. Апрель 2020 наш месяц. Но позвольте вам напомнить, что год назад, в 2018 году, примерно то же самое вы слышали от Диего Мартина. Где он рассказывал, да-да-да, восстановление компании идет полным ходом. Китайцы меня любят. Там платежные системы подключаются. Короче, август наш месяц. И вы знаете, чем все закончилось. Ну, что произойдет в апреле 2020 года, это только покажет время. Будем следить за новостями, поэтому подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.